Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казынцева. На протяжении нескольких лет мы знакомим наших читателей с творчеством православного автора Ольги Рожнёвой. Наиболее известной нашим читателям книги составлены писательницей и посвященные святым отцам и подвижникам благочестия XX века. И вот одна из новых ее книг. В 2015 году «Промыслом Божиим» Ольга Леонидовна сподобилась побывать в знаменитом монастыре святого Антония Великого в Аризонской пустыне в США, который основал старец Ефрем Мараитис, ученик преподобного Иосифа Исихаста. Поездка была удивительной, так как случилось не без чудесной помощи старца Ефрема. Ее-то и описала Ольга Леонидовна в книге, которая вышла в свет в издательстве «Новая мысль». Она называется «Удивительное путешествие в Православную Америку». Как отмечают издатели, взяв в руки эту книгу, вы откроете для себя удивительный мир Православной Америки. Вы узнаете, как святитель Иоанн Шанхайский, сан-франциский чудотворец, отвечает на письма, которые пишут ему верующие сейчас, спустя 50 лет после его упокоения. Познакомитесь с чудесным старцем нашего времени Герондой Ефремом Аризонским и узнаете, как удалось афонскому старцу основать 18 православных монастырей в Америке и почему благоухало всё, к чему прикасался старец. А также узнаете о чудесной помощи чудотворной курской коренной иконы православной Америки, о том, как улыбнулась после смерти монахиня-подвижница Евпраксия, почему не укусила гремучая змея, наступившего на неё монаха из Аризонского монастыря, как спаслась от неминуемой смерти игуменья православного монастыря в штате Мэриленд, матушка Емельяна, оказавшаяся под обрушившейся на неё в страшной катастрофе огромной железобетонной плитой. Путешествуя по Америке, Ольга Рожнёва познакомилась и побеседовала с митрополитом Русской Православной Церкви за рубежом Ионной Павхаузеном, известным протеереями города Вашингтона, отцом Виктором Потаповым, 30 лет вещавшим по голосу Америки, и отцом Валерием Шемчуком, келейником ладыки Василия Радзянко. Встречалась писательница и с духовными чадами святителя Иоанна Шанхайского, матушкой Марии Потаповой и баронессой Ридой фон Люлсдорф, со Светланой Герич, крестницей императрицы Александры Фёдоровны, внучкой выдающегося русского инженера Шведа, возглавлявшего царско-сельскую электротехническую службу, и с другими замечательными людьми. От них Ольга Рожнёва также узнала о том, как владыка Василий Радзянко изменил политику Би-Би-Си, как построили Свято-Николаевский собор в Вашингтоне на пирожках, и как одно богослужение изменило всю жизнь протеерея Виктора Потапова. Кроме того, из бесед писателя с героями книги читатели узнают, что может ответить американский отец Крохи-сыну на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, и какой совет даёт всем нам американский митрополит Иона. А ещё многим будет интересно услышать ответ отца Михаила Ван Обштала из Солт-Лейк-Сити на вопрос, почему легко на земле и трудно на том свете. Всё это и многое другое найдёте вы на страницах этой книги. О том, как попала Ольга Рожнёва в Америку, она рассказывает в первой главе. «Моё путешествие, — пишет она, — началось задолго до того, как я спустилась с трапа самолёта, старейшей, основанной ещё в 1919 году, авиакомпанией КЛМ, Королевской Нидерландской авиалинии, на американскую землю. С ноября 2014 года мы работали по благословению Владыки, тогда ещё Архимандрита Тихона Шевкунова, над небольшими по формату книжечками из серии «Люди Божии» о современных святых и подвижниках благочестия. Этот проект придумал сам Владыка. Он же придумал и форму увлекательной подачи материала в виде современного потеряка. Владыка Тихон сам редактировал первые две книги из серии «Люди Божии» о великих старцах Паисии Святогорце и Архимандрите Иоанне Крестьянкине. Некоторые из подвижников, о которых предполагалось издать книжечки, уже были прославлены в лике святых. Канонизация других оставалась только вопросом времени и определения Божия. Так были изданы книжечки о старце Гаврииле Ургибадзе, о Зосиме Сокоре, Николае Гурьянове, Павле Груздеве и других старцах и преподобных, более 20 книг. Готовилась к изданию книжка о великом старце Иосифе Исихасте. Как признаётся автор, испытывая огромную любовь к этому старцу, в полуревности она собрала материал и о некоторых его духовных чадах, которые сами стали старцами. Это были и расхимонах Ефрем Катунакский, старец Арсений, Исихаст и Пещерник, и ныне живой и здравствующий архимандрит Ефрем Филофейский, Мараитис. Филофейским старца стали называть с 1973 года, когда он был избран игуменом Филофея на Афоне и в короткий срок возродил в этом монастыре подвижническую монашескую жизнь. После этого кинот Святой Горы благословил старца Ефрема расширить и наполнить ищущими монашеского жития ещё три афонские обители Ксеропотам, Кастамонит и Каракал. Эти монастыри и сейчас остаются под духовным руководством архимандрита Ефрема, так же, как и ряд мужских и женских обителей в Греции и Северной Америке. В 1960 году греческий православный священник и богослов протерий Иоанн Романидис написал, «Святогорцы должны немедленно направить своих представителей в США и основать там монашеские обители. В противном случае православие на американском континенте ожидает неизбежная гибель». Несколько лет спустя воплотить в жизнь эти пророческие слова удалось усилиями всего лишь одного человека. Монастыри старца Ефрема появились во многих регионах США и Канады. В Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Южной Каролине, Пенсионвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, Монреале и Торонто. Главный среди них — это монастырь святого Антония Великого в Аризоне. И теперь старца часто называют ещё и Ефремом Аризонским. Так вот, во время работы над книжечками о великих афонских старцах, чувствуя с ними и духовную связь, и решила Ольга Леонидовна обратиться мысленно к архимандриту Ефрему Мараитису с какой-либо просьбой. «Не беда», — рассказывает автор, — «что старец не знает русского и английского, а я — греческого. Ведь известно, что для духовного общения нет препятствий. Если он мне ответит, значит, эта духовная связь реальна». Сходу отмела все просьбы, исполнение которых могло быть простым совпадением. «Нужно было просить старца о чём-то, чего я не могла бы сделать сама, без его молитвенной помощи. И я придумала», — сказала старцу. «Дорогой Геронда, мне так хочется увидеть вас и получить ваше благословение. Так хочется посмотреть монастырь святого Антония Великого, где вы сейчас подвизаетесь с духовными чадами. Для меня поехать в Америку — что слетать в космос. Но я верю, если вы помолитесь, я окажусь в вашем монастыре. И значит, духовная связь реальна». Наутро, при дневном свете, вчерашние мысли, сомнения, просьбы казались уже бестолковыми, детскими и сказочными. Вы не поверите, через месяц я стояла у ворот монастыря святого Антония Великого в американском штате Аризона и, раскрыв рот от удивления, оглядывала окрестности пустыни Сонора. А прямо напротив меня рос коренной обитатель этих мест — семиметровый толстый кактус. Это было как в сказке. И вид у меня, наверное, был глуповатым. Так вот начинает рассказ о своем путешествии в православную Америку автор этой книги Ольга Рожнёва. Ольга Реонидовна Рожнёва — член Союза писателей России, лауреат конкурса издательского совета Русской Церкви «Просвещение через книгу», постоянный автор портала «Православие.ру». В своей новой книге она открывает читателям православную Америку. В каждом рассказе увлекательно повествуется об интереснейших судьбах людей. Редкие фотографии, в том числе и из личных архивов, подаренные автору, делают настоящее издание уникальным. Книга эта написана с молитвой и несет читателям благословение всех своих героев. Надеемся, говорят издатели, что она будет интересна самому широкому кругу читателей. Помощи Божией всем читателям нашего удивительного путешествия. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы всегда можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова